Всем привет, с вами Андеркай, и в этом видео я покажу вам интересные текстурпаки для вашего мобильного Майнкрафта. Также, вдруг вам будет полезно, на моем канале есть видео, как установить шейдер на ваш мобильный Майнкрафт. А ссылки на текстурпаки и гайды по установке шейдеров будут в описании к видео. Первый текстурпак у нас будет называться Deathbijex. Первое, что образуется в глаза сразу, это изменение интерфейса. Он теперь будет золотистого цвета. Блоки травы стали более детализированными, что радует глаз. Не обошли мимо и древесину деревьев, она выглядит достаточно интересно. Большинство ванильных блоков изменено. Для экономии вашего времени, давайте просто пролетимся по всем остальным мирам Майнкрафта и посмотрим в целом, что изменилось. Все текстурпаки в видео тестировались на Майнкрафте с адским обновлением. Можно сказать, что этот текстурпак рабочий, он изменяет я тоже. Из недостатков мне не понравилось то, что пигмены-зомби получили из какой-то странной текстуры. У них отсутствует части тела. Та же самая проблема была у пигменов-стрелков. Далее я проверил других адских существ. У них проблем с текстурой не обнаружилось. Вот так вот выглядит край. Камень-края и бедрок выглядят необычно. А следующий на очереди это Beautiful Simplicity. Этот текстурпак минималистичный, упрощает текстуры, делает их наподобие мультяшных. А теперь пошли все в ад. С этим текстурпаком руды выделяются. Стоп. Видите, тут такая же проблема у зомби-пигменов и пигменов-лучников. В целом впечатление нормальное. Мультяшный, красивый ад. В краю давайте посмотрим на камень-края и на портал из бедрока. И мне не понравилось то, что высокую траву никак не переделали. И на фоне блоков травы она смотрится странновато. Следующий текстурпак называется Medieval Decades. То бишь Средневековье. Заметьте, тут уже трава и кустарники переработаны. Интересно еще и то, что он изменяет текстурки, предметов, инструментов и оружия. Давайте немного пройдемся по блокам. Какие тут есть вообще и изменились ли они? Очень красивый светокамень. Наконец-то в аду у пигменов-зомби и остальных появилась рабочая текстурка. Без отсутствующих частей. Ад конкретно выделяется, изменения чувствуются. Гравий, он выглядит совершенно по-другому. Также обратите внимание на растительность в аду. Насколько она детализированная и красивая. Неплохой текстурпак. Атмосфера Средневековья чувствуется. То, что и написали. Пошли в край. Тут хотя бы бедрок выглядит нормально. Камень края изменен, но не сильно выделяется. Еще один мультяшный текстурпак Плейн Колорс. С этим текстурпаком слоты быстрого доступа изменились. Пробежимся немного по миру. Некоторые текстуры предметов и оружия тоже изменились. Коротко о блоках. Большинство максимально упрощено. Давайте осмотрим ад. Вот такой вот песок душ. Вот такие вот переделанные темные гасты. Давайте просто молча посмотрим на красоту. Кстати, с пигменами у них нет проблем с текстурой. Все нормально. Посмотрите, какой интересный портал в край получился. Край особо ничем не отличается. Разве что бедрок сложно отличить от какой-то серой глины. Лулукрафт. Очередной мультяшный текстурпак. В этом текстурпаке была проделана очень большая работа. Первое, что бросается в глаза, это измененная полоска слотов быстрая доступа руки. Обратите внимание на листву деревьев. Она изменилась. Многие про это забывают. Делают упор лишь на блоки, либо на иконки предметов. Собственно, про иконки и интерфейс. Сама менюшка, как вы видите, изменилась на приятный фиолетовый цвет. И у большинства предметов есть своя новая текстурка. А я же предлагаю нам сделать портал в ад и посмотреть, что там. Портал и зажигалка изменились. В этом текстурпаке у мобов все нормально. У некоторых слишком. Посмотрите на гаста и на скелета иссушителя. И на этого карапуза. На блоках для строительства порталов в крае есть специальные фиолетовые точки. Они показывают, правильно ли они установлены. Это самый полный текстурпак из всех, что я вам показала. С вами был Нандерка. Надеюсь, данный обзор вам понравился. Продолжение следует...